Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, Теплица запустила плагин Шмаппер для составления онлайн-карт. В комментариях уже написали очень вовремя. Спасибо за комментарий. И сегодня я расскажу, почему собственно это вовремя, то есть в чем главная фишка. А главная фишка в интерактивности. То есть это не просто карты, а краудсорсинговые карты. То есть заполнять их можно краудом, толпой, а по-русски лучше сказать всем миром. А как известно, с миру по нитке нищему рубаха. Итак, о том, что такое Шмаппер, как тут все устроено и что я собственно сейчас делаю, я рассказывал в предыдущем видео. Ссылка в описании. Теперь о совместной работе с картами. Совместная работа начинается с нажатия этой галочки. Включить функцию краудсорсинга. Заголовок, который будут видеть пользователи. И выбираем из доступных маркеров те, которые будут предложены пользователям. Просто отмечайте левой кнопкой мыши те, которые пойдут на карту. Я отмечу все. Все. Обновляем и смотрим, что у нас получилось. А получилась такая вполне милая картина. Здесь фильтры, то есть пользователи могут отключать и включать к показу определенные типы маркеров. Это вот эта галочка. Панель фильтрации по типам маркеров. И здесь пользователю предлагают оставить свои маркеры. То есть он просто берет и перетаскивает нужный маркер на карту. Средним колесом мыши можно изменять масштаб, если такая функция не отключена в настройках. И маркер можно двигать. Хорошо бы все это описать в начале, до формы заполнения люди не всегда понимают, что нужно делать. И теперь пользователю нужно указать название маркера-проблемы и оставить какое-то описание. Это поля обязательны для заполнения. После отправки комментария ничего не происходит. Маркер не появляется. Человек может растеряться, поэтому это тоже лучше описать во вступлении. А именно то, что тут настроено премодераться, и маркер появится после одобрения администратором карты. То есть в админке у вас появится оповещение в запросах от карты о том, что появилась новая метка. И вы можете ее либо удалить, если это не стоит внимания, либо опубликовать, то есть одобрить. В случае одобрения метка появляется на карте. Что еще сказать? Метки, даже одобренные, можно впоследствии удалять, либо редактировать. Но редактировать лучше не отсюда. Здесь это некрасиво, а в маркерах. Тут у вас все маркеры разбитые по картам, и если нажать изменить, вы можете это редактировать. Ну то есть добавить какие-то слова строки, применять какое-то форматирование. У меня спрашивали в комментариях, можно ли вставлять ссылки в описании. Да, это делается как раз здесь. И если пользователь вставит ссылку, она будет неактивной. А здесь вы можете перевести ее в активное состояние, просто используя правила форматирования текста. Обновили и получили в описании, который мы добавили, вот такую активную ссылку. Что еще? В настройках есть возможность отключить премодерацию маркеров, но я вам этого делать не советую, как впрочем и разработчики. Без премодерации вас могут завалить спамом или некорректной, непроверенной информацией. Или просто гадости какие-нибудь написать. А если уж решились на отключение премодерации, хотя бы включите капчу. Хотя из премодерации ее тоже не мешало бы включить. Так, еще тут можно включить легенду, то есть описание какие собственно маркеры, что означают. Она появится такой черной строкой, но в принципе легенду можно вынести отдельно над картой. Вместе с описанием того, как этой картой пользоваться. Благо, что карта вставляется посредством шорт-кода, и вы можете вставлять что угодно выше-ниже, ну в общем оформлять как вам заблагорассудится. И последнее о чем нужно сказать, это о добавлении полей. Поля для заполнения можно удалять вот таким вот образом. Удалили поле с комментарием и у нас осталось только название. И можно добавлять. Добавили поле. Это у нас текстовый блок. Придумали заголовок. Поле появится. И здесь же можно добавить поле обратной связи. Если вы хотите связаться с пользователем в случае необходимости, у него нужно взять имя и email по меньшей мере. Email пусть будет обязательным. Здесь поля тоже можно делать обязательными или нет. Да и имя пусть будет обязательным, а телефон скажем нет. Ну и все. Обновили и у нас появляется вот такая форма, где есть метки, название, описание, имя, email и телефон. И конечно же немаловажно, что плагин адаптирован под мобильное устройство и прекрасно сворачивается на узкий экран. Хотя говорить об этом немного глупо. Мне кажется все сейчас адаптировано и сворачивается. Ну вот, теперь надеюсь все поняли, почему плагин этот весьма своевременен. Все, любите друг друга и пусть на ваших краудсорсинговых картах будет побольше всякого хорошего и поменьше всяких проблем. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать, утеплиться социальных технологий.